Здравствуйте! В эфире студия телевидения ТУВА-24. С распространением новой коронавирусной инфекции некоторые граждане начали жаловаться, что в аптеках города дефицит противовирусных средств. В ситуации разбирался наш корреспондент. По статистике фармацевтов, в последнее время среди населения в разы увеличился спрос на противовирусные лекарства, которые показали свою эффективность в профилактике коронавируса. Противовирусные препараты, такие как арпифлю, арбидол, калавит, грипферон, стали востребованными среди населения. Мы стараемся обеспечить население и закупаться запасом. Но иногда бывает, что у самих поставщиков данных препаратов нет на продаже. Несмотря на это, мы ищем другие пути заполнить свой резерв. Территориальный орган Росздрава ежедневно проводит мониторинг на наличие лекарственных препаратов в аптеках и медицинских учреждениях региона. Специалисты констатируют, что незначительный рост цен наблюдается с конца апреля 2020 года. А это примерно 0,2% из-за завышения цен у производителей и поставщиков. На ежедневной аптечной организации до 11 часов дня нам предоставляют информацию о наличии у них в аптеке запасов лекарственных препаратов, в том числе противовирусных. Кроме этого, нами, сотрудниками Росздравнадзора, осуществляется выезд на наличие достоверности предоставления нам информации. Эту информацию мы предоставляем в Министерство здравоохранения, правительство Республики ТВА, в оперативные штабы Республики ТВА, а также в Москву. На сегодняшний день ситуация по наличию противовирусных препаратов хорошая. У нас на сегодняшний день по всей республике в аптечных организациях имеется более 20 тысяч противовирусных препаратов. Все основные группы противовирусных препаратов представлены в аптечных организациях. В каждом кожунном центре имеется аптечная организация, в которых имеются эти препараты. Что касается противовирусных препаратов для лечения легкой формы коронавирусной инфекции, то они имеются в аптеках. Бывают небольшие задержки в поставках. На сегодняшний день в Министерстве здравоохранения утверждено определенное количество лекарственных препаратов для лечения легкой формы. Это орбидол, арперфлюм, виферон, грипферон. Данные группы лекарственных препаратов также у нас в аптечных организациях имеются. Что касается орбидола, он имеется у нас в количестве более 18 тысяч упаковок. Если вы не смогли найти нужное лекарство, то вы можете обратиться в Росздравтуру по номеру 52029 50729, где вам разъяснят, где и в каких аптеках, и в каком количестве имеется тот или иной препарат. С целью поддержки граждан, которые взяли под опеку пожилых людей с инвалидностью, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из организации социального обслуживания и домов-интернатов, в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года, правительством Российской Федерации установлены социальные выплаты. Специальные выплаты в размере 12 130 рублей предназначены тем гражданам, которые предоставили адресную помощь и возможность жить в домашних условиях людям с инвалидностью, детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. К сожалению, у нас в республике инвалидов, престарелых из домов-интернатов сопровождаемое проживание не забирают дома. Домой, да? Да, из домов-интернатов. Это постановление в основном рассчитано, чтобы этих инвалидов, престарелых и детей-сирот, и те, оставшиеся без попечения, именно из организаций, которые граждане или волонтеры в период распространения пандемии взяли к себе домой. В Туве только за апрель и май 33 неравнодушных граждан приняли на временное проживание или временную опеку 45 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и специализированных учреждений. Выплаты некоммерческим организациям за предоставление проживания не осуществляется. Размер пособия по безработице с мая по июль составляет 6300 рублей. Кто имеет право встать на учет и кому полагается выплата, узнавала наша съемочная группа. Граждан чаще всего волнует вопрос, кто имеет право на пособие по безработице. Это, соответственно, граждане, которые не работают, не осуществляют предпринимательскую деятельность, которые не осуществляют уход за нетрудоспособным и больным членом семьи. Также те граждане, которые проходят срочную службу в армию. И, соответственно, те граждане, которые учатся на очной форме обучения. Туда же относятся школьники, которые окончили 9 класс. Туда же относятся школьники, которые достигли 16-летнего возраста, но дальше будут обучаться. Туда же относятся студенты, которые, например, закончили первый курс, будут дальше учиться на втором курсе. Если размер минимального пособия по безработице составлял раньше 2100 рублей, то сейчас, в соответствии с постановлением правительства России, 6300 рублей в месяц. Данный размер пособий имеет право получать граждане, которые до этого не работали и впервые встают на учет в центре занятости населения. Для тех граждан, которые уже стоят на учете и получают выплаты, будет произведен перерасчет за май, июль месяц соответственно. В июле они также будут получать 6300 рублей. Максимальный размер выплат для индивидуальных предпринимателей, которые лишились доходов из-за пандемии, составляет 16 982 рубля. Гражданам, прекратившим предпринимательскую деятельность после 1 марта 2020 года, пособия по безработице устанавливаются в максимальном размере. По нашей республике это 16 982 рубля в месяц. На срок не более трех месяцев со дня обращения в службу занятости, но не позднее 1 октября 2020 года. За каждого несовершеннолетнего ребенка с 11 июня по 31 августа 2020 года будут выплачивать 3000 рублей в месяц. Стоит отметить, что на увеличение размера пособия за детей имеет право только один из родителей, состоящий на учете в ЦЗН. На 3000 рублей на каждого ребенка соответственно, то есть если 2 ребенка до 18 лет, 6 тысяч 3 ребенка, то 9 тысяч. Получается, данная мера направлена для одного из родителей. Если, например, мать и отец, то есть муж и жена состоят на учете в ЦЗН, то и дети общие выплаты будут проводиться соответственно только на одного из родителей. Во время режима самоизоляции граждане могут подать заявление по интернету на портале «Работа в России». Там надо указывать обязательно прописку. То есть если человек, гражданин, хочет получить выплату, он обязан указать прописку, то есть вставать по прописке. Получается, соответственно, выплату он будет получать, к примеру, регистрацию. Продолжение следует... В связи с угрозой распространения коронавируса в Туве продлили самоизоляцию. Журналисты телеканала Тува-24 отправились в Туран, чтобы узнать, как местное население соблюдает режим. Совсем недавно жители Турана воспринимали самоизоляцию как ограничение их прав и свободы, не думая, что могут представлять опасность для общества. Сейчас их отношение изменилось. Поняли, что угроза существует и необходимо соблюдать режим для собственной безопасности и безопасности окружающих. Детей я не вижу. Вот я редко, правда, хожу, но детей не вижу. Вечерами я не хожу никуда. А вот это самое, детей я совсем не стала видеть, что вот положено им, не положено им ходить, они не ходят. По данным оперативного штаба, на 13 июня в Пихемском районе в целом 16 заболевших. Из них 5 пациентов находятся в больнице, столько же на амбулаторном лечении, 6 человек выздоровели. Сотрудники администрации совместно с сотрудниками полиции, они рядовали по общественным местам, то есть в магазинах, по улицам, по местам, где обычно собираются люди, то есть это возле речки. Также мы регулярно оповещаем население через социальные сети о необходимости соблюдения местной самоизоляции. И данная работа продолжается, будет продолжена. И я пользуюсь случаем, призываю еще раз своих земляков соблюдать меры самоизоляции, поскольку мы видим, что идет постепенное, неумолимое увеличение количества заболевших по республике Това. Нарушителей режима самоизоляции в Туране мы не обнаружили. У всех есть обоснованная причина нахождения в общественных местах. Это работа, покупка продуктов или лекарств. Но, как пояснило руководство администрации, нарушителей обычно ловят по вечерам. В частности, по статье 20.6.1 составлено 86 протоколов. По половине из них есть положительные решения суда. По статье КАПа Республики Това у нас составлено на сегодняшний день 17 протоколов. Из этих составленных протоколов по 13 протоколам есть решение мирового судей с вынесением решения о штрафе гражданам за несоблюдение режима самоизоляции. В торговых точках санитарные меры соблюдаются. Для покупателей выставлены антисептики для рук. Что касается цен в магазинах, то тут наблюдается небольшое повышение. Администраторы и продавцы поделились, что скачок случился еще в апреле. Сабаканы нам так привезут же товары. Особенно вот эти на фрукты, на яблоки. Потому что говорят, что там границы закрыты, поэтому там подорожало. Ну, мы сабаканы закупаемся. Сабаканы продукты возят. Сюда приезжают уже довольно-таки высокие. Причем это касается постоянных продуктов. Не только фруктов, овощей, а постоянных. Мука, сахар и макароны. Макароны очень повысились. Для нашего населения, для нашего города это очень много. По приказу Министерства экономики ТУВИ, муниципалитеты должны контролировать ценовую политику на местах и собранные сведения отправлять на имя министра еженедельно. В настоящее время у нас в Кожуни функционирует 36 продуктовых магазинов. Также у нас идет контроль цен лекарственных препаратов, наличие противовирусных препаратов, наличие масок. У нас контроль цен проводится следующим образом. В магазинах смотрим, накладные. То есть по ценам Абакана они не должны превышаться на 30%. У нас таких случаев, к счастью, не обнаружено. У нас по этой части нарушений не выявлено. Действительно ли туранцы соблюдают двухнедельный карантин, сказать трудно. Остается только надеяться на их сознательность. Ведь контролировать каждого гражданина нет возможности, поскольку коронавирус не обходит стороной сотрудников полиции и работников администрации. Поэтому Роспотребнадзор призывает всех ответственно отнестись к рекомендациям и ограничительным мерам, без острой необходимости не выходить из дома. Первая партия призывников вчера отправилась в ряды вооруженных сил России. Коронавирус также внес свои коррективы в деятельности военкомата. Если раньше период, когда отбирались новобранцы, составлял три месяца, то теперь он проходит максимально сжатые сроки с соблюдением строгих санитарных правил. В военном комиссариате установлена лаборатория на контрольно-пропускном пункте, где новобранцы сдают анализ на наличие коронавирусной инфекции. Затем будущих новобранцев помещают в специально отведенные палатки, где они ожидают свои результаты. В это время перемещение граждан, прибывших на республиканский сборный пункт, без результатов анализов на ковид, строго запрещено. Мы проводим анализ, берем здесь дважды. То есть по прибытии берем из Вены, и у нас тоже, спасибо Министерству здравоохранения, издан приказ, у нас со спидцентра приезжает сюда бригада, и берет анализы вот эти вот сорта и носоглотки. Вот, и эти анализы они берут и присылают нам. Сюда прикомандировано 4 человека медицины во главе с офицером, которые делают этот анализ. И он экспресс-анализ, в течение 15-20 минут анализ готов. Ну, максимум полчаса. На случай выявления больных с признаками инфекции организованы изолированные помещения, где граждане ожидают бригаду медиков для дальнейшей госпитализации. Значит, техника, прибывающая сюда, подлежит этой, мы будем говорить, санитарной обработке. Для этого у нас в 55-й бригаде к нам прикомандирована машина «Арс» и 6 человек химического взвода, которые производят обработку прибывающей техники. Значит, обработка эта проводится не менее двух раз в неделю с помощью «Арс». Обработка перил, ручек дверных, входа и так далее проводится через каждые два часа, обрабатывается. Вот, вы видели на входе, что у нас коврик, который тоже дезинфицирующий, чтобы обувь протереть и пройти, не дай бог, не занести эту анализ. То есть, со всех сторон закрыто. После получения результатов экспресс-тестирования призывников перемещают уже в чистую зону для дальнейшей подготовки к отправке. Проводят инструктаж, контрольное освидетельствование, консультации, выдают сухпайки, симки и банковские карты. Сейчас мы видим крайний этап, когда из палатки ожидания военнослужащие в одиночном порядке проходят, минуя другие воинские команды, через сокольный этаж для получения продовольственных пайков на путь следования. Первая партия будущих солдат в составе 45 человек отправилась на Дальний Восток. Было желание идти в армию с детства. В первом классе говорили об армии, и мне захотелось пойти в армию, отслужить год. Я думаю, это обязательно для мужчины пройти армию. Всего за весенне-осенний призыв планируется отправить на военную службу из Тувы более 500 новобранцев. Геран Суролчих, Антонгак, Тува-24. Пожарные, специализирующие на тушение лесных возгораний, получили новую технику. Вручение состоялось на площади Арата, учитывая нынешнюю обстановку, без гостей. У меня плюс два трактора, тоже с пулгами, мы работали меньше, но пока не было. Глава республики поздравил сотрудников Министерства природы и экологии с получением новой техники. Транспорт предназначен для защиты самого ценного – наших лесов. Сегодня получаем 9 единиц техники автоцсенов. Техника пришла в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». В этом году мы будем получать по плану 24 единицы техники. Время для оперативного тушения повысится. Мы будем оперативно тушить и добираться. Техника распределена между специализированными лесохозяйственными учреждениями Тувы. Хорошие обновили парк Тангинский экважон. Будет охранять животный мир и экологию. Да, так-то техника есть, но она морально устарела. Это хорошо по госпрограмме нам выделяются, меняются автомашины. Стоит добавить, что сейчас в Туве действует особый противопожарный режим. Выезд в лесные массивы запрещен. На сегодняшний день вообще лесных пожаров не зарегистрировано у нас. Вообще 48 пожаров было. По сравнению с прошлым годом увеличение у нас идет. В прошлом году 31 лесной пожар был. И по площади у нас в прошлом году 10 тысяч сгорело, а в этом году у нас 17 500 гектаров. Глава Тувышел Банкарол пожелал пожарным успехов в работе. Те, в свою очередь, отметили, что новая техника поспособствует улучшению показателей. Азиан Чедамба, Владимир Сюртук, Тува 24. На сегодня это были все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин